Давайте мы с вами сейчас выключим шаблонное мышление, шаблонные фразы. То, что я буду говорить, может быть и будет выглядеть немножко шаблонно, но постарайтесь на это посмотреть по-новому, да, с другой стороны. Вот смотрите, все, что вы получаете в жизни, вам дает не Бог. Если вы просите Бога, да, там, Боже, вот дай мне там новую работу, Боже, сделай так, чтобы я денег больше зарабатывал, или там, Боже, сделай так, чтобы я себе айфон купил. Хорошо, окей, но, чьими руками Бог вам это все даст? Кто сделал айфон, который вы хотите купить? Кто сделал машину, которую вы хотите купить? Кто продает эту машину? Кто дал вам деньги на эту машину? Кто эти деньги напечатал? Сколько кругов эти деньги прошли, сколько рук эти деньги прошли? Какой процесс стоял, в результате чего появилась классная, красивая машина? Сколько там внутри всего было, происходило? Начиная от добычи стали, заканчивая производством пластика и кожи для обивки салона. Какое количество, это тысячи процессов, это десятки тысяч людей были задействованы вот в этом всем. Бог это люди. Бог не на небе сидит. Бог это люди. И вы тоже частичка Бога. И реально все люди вокруг вас, это не просто ваши братья и сестры. Все мы как органы одного большого организма, понимаете? Как клетки, которые в вашем теле находятся. Вот точно так же и мы. Клетки внутри нашего мира. Но есть некоторые люди, которые говорят весь мир война. Мир это боль. Я с миром воюю. Как называются такие клетки в организме, скажите мне? Когда клетка в организме говорит нет, я воюю с остальным организмом. Я не хочу ничего давать организму. Моя задача только брать, 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 брать. Как называется такая клетка? Это раковая клетка. Это раковая клетка, которая убивает в итоге все тело. И действительно, пока эта клетка воюет с телом, тело пытается воевать с ней. Чего добивается такая клетка? Ничего. Погибает телом, она тоже погибает. Так вот, штука в том, ребят, вот этот мир весь вокруг нас, он существует не против вас. Он для вас и за вас. Каждый человек, даже если он этого не понимает, он за вас. Это часть вашего мира. Мы все вышли из земли. Мы состоим из молекул, которые лежали в земле. Потом через растения, через еду они попали в нас. И мы из этих молекул построены. Когда мы умрем, мы обратно вернемся в землю. И все наши молекулы вернутся обратно в землю. Потом пойдут дожди, потом растут новые растения, в этих растениях будут наши молекулы, животные будут эти растения есть, там кто-то будет пить молоко этих животных, эти молекулы попадут в других людей. И вот так вот происходит на протяжении сотен тысяч лет. Если вы когда-нибудь бывали в районе Италии, то вполне возможно...